Касарагод Мы находимся в округе Касарагод, в самом северном округе индийского штата Кирала. Лотеритная сухая почва, скудная растительность, типичные пейзажи этих мест. Трава и редкие кустарники полностью пересыхают летом, оголяя твердый слой камня. Пульям-Кулам Пульям-Кулам – небольшая отдаленная деревушка, расположенная в этой пустынной местности. Однако эта деревня не испытывала недостатка воды за последние 20 лет. Колодец, расположенный в местном лесу, обеспечивает жителей деревни водой даже в самое засушливое лето. Вода не уходит именно благодаря этому небольшому лесу, который вырос вокруг этой деревни. Около 30 лет назад на этом месте не росло ни одного дерева. Но ситуация с тех пор сильно изменилась. Некогда пустынная и сушеная земля сегодня удивляет разнообразием деревьев, трав и другой растительности. Это лес, который был создан на пустой, брошенной земле. Создателя этого зеленого оазиса зовут Абдул-Карим. Карим родился в городке Нилишварам, округа Касарагот. Когда-то он работал турагентом. У него были офисы в Дубае и во многих городах Индии. Но у него всегда была заветная мечта — вести спокойную жизнь в окружении природы. Для того, чтобы воплотить свою мечту, он оставил свою работу, купил на дел земли и стал выращивать лес. Он брал саженцы самых распространенных в этой местности деревьев-пионеров и, прислушиваясь к голосу своей интуиции, сажал их прямо в каменистую почву, бросая вызов превратностям природы. На первом этапе я не знал о том, какой вклад в экологию внесут мои усилия. В те времена об этом никто не думал. У меня была только одна мечта — вырастить лес, построить дом и жить в нем. Сначала я купил небольшой надел примерно в 2 гектара за 3750 рупий в 1977 году. Это был голый участок с редкими сорняками. Колодец был пересохшим. С началом очередного сезона дождей я принялся сажать деревья. Это были, как правило, распространенные в нашей местности виды — терминали Арджуна и ксилия деревенистоплодая. Но лето было таким жарким и засушливым, что все мои молоденькие саженцы высохли. Но я не опускал руки. Летом я часто и обильно поливал деревья. Когда деревца стали прирастать, я почувствовал уверенность в своих силах и продолжил начатое. Усилия Карима оказались не напрасными. Саженцы приживались и прирастали. Он был настолько вдохновлен, что решил расширить участок леса. Вскоре он купил еще 11 гектаров, на которых стал высаживать деревья. Карим ухаживал за своими деревьями в течение трех лет, в летний период, а затем предоставлял природе заботиться о них. И природа стала помогать. Уровень грунтовых вод вырос. Колодец в лесу теперь был полон воды. Карим был счастлив. Он вырыл новый колодец и два пруда. Для того, чтобы остановить эрозию почвы и еще больше повысить уровень грунтовых вод, он вырыл и облагородил длинную водосборную канаву. В 1989 году он построил дом в своем лесу и стал жить в нем. Карим никогда не использовал ни удобрения, ни инсектициды. Он также не занимался прополкой и не обрезал деревья. И вот теперь, 25 лет спустя, Карим продолжает заниматься своим любимым делом. Его лес выглядит естественным, и Карим знает каждое растение и животное в нем. Здесь в изобилии живут гигантские древесные пауки, охочащиеся на насекомых. В лесу также обитает южный птицокрылл, самая крупная бабочка Южной Индии. Сюда регулярно приезжают посетители, любители природы, ученые и исследователи. Лес являет собой удивительное биоразнообразие, которое интересно изучать. Мох — основа любого леса. И здесь их большое разнообразие. Здесь можно также встретить лишайники, которые растут только в экологически чистых местах. Лес полон различными видами цветущих травянистых растений. Наиболее распространенные виды — это Канскора перфолиата и Цезальпиния. В этом лесу можно увидеть различные виды эпифитных орхидей. Некоторые деревья и кустарники в лесу оплетены колючими лианами, такими как Цезальпиния. Наиболее часто встречающиеся виды колючих деревьев — эритрина Индика и бомбакс Малабарский. Здесь также можно встретить дерево под названием чили-буха или рвотный орех. Персия Макаранта Терминалия Белерика Или Бипхитаки терминалия Паникулата Сизигиум Кориофилум или гвоздичное дерево Альстония Чатиан Иксилия деревянистоплода Лес богат лекарственными растениями, среди которых Сарациня Бледная, Аристолохия Индика и многие другие. Арондинелла Арондинелла — травянистое растение, повсеместно встречающееся в Кирале. В изобилии произрастает в лесу Карима. Почва с каждым годом становится все более плодородной. Увеличивается и ее способность удерживать воду. Это верные признаки устойчивости леса на долгие годы. Эта земля когда-то была неплодородной и сухой. Теперь же эти 13 гектаров представляют собой густой, здоровый, влажный, листопадный лес. В этом лесу можно выделить три основных вида. Терминалия, Ксилия деревянистоплода И Птерокарпус сумчатый. Кроме того, этот лес стал естественной средой обитания для целого ряда эпифитов, лекарственных трав и мхов. Почва стала очень плодородной из-за повышенного содержания в ней гумуса. Это многоярусный лес. Исследования показали, что в лесу произрастает по меньшей мере 300 видов цветущих растений. Усилия Карима не остались незамеченными. На экологическом форуме в 2002 году Карим удостоился правительственной награды за вклад в развитие экологии. Такое признание заслуг лишь укрепило в Кариме любовь к своему лесу. Для большинства современных людей это путь единения с природой. Идти по нему — великое счастье. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok